Продовольственная корзина с каждым разом становится все скромнее. Зарплаты не успевают за ростом цен на прилавках. Многим приходится просто урезать свой список покупок. И не мудрено. Не каждый решится купить, к примеру, упаковку гречки за 70 рублей. Помимо крупы вопрос, брать или не брать, возникает и глядя на прилавки с молочкой, мясом, птицей, картофелем и овощами. Если к сезонному подорожанию последних все привыкли, то остальной набор продуктов – неприятный сюрприз. За последний месяц цена на курицу в среднем выросла на 5%. На молоко и сметану – почти на 3%. Лидируют в списке картошка. Она подорожала почти вдвое. Скачок отразился на базовой корзине потребителя. От продуктов первой необходимости не откажешься, нравится – не нравится, а брать приходится. Девушка, я уже так привык к ним, что я даже не могу проанализировать, что они высокие или низкие. Помидоры, огурцы сразу подорожали. Вчера одна цена была, сегодня другая уже цена. То есть каждый день прям? Почти каждый день что-то растет. Каждый день, да, это действительно какие-то проценты находят на какой-то продукт. Я уж, конечно, не могу вам точно прямо сказать. Сегодня я заметила, что помидоры и огурцы уже другая цена абсолютно, чем была вчера, что я приходила. Овощи очень здорово подорожали. Молочка подорожала очень здорово. Да и хлеб. Оно, знаете, оно вроде незаметно. А вот, да даже если вот, ну, мы пенсионеры, мы пока можем что-то вырастить. Для нас попроще. Мы не ходим и по луковице не покупаем. А вот те, которые живут, да по одному, мы-то все-таки вдвоем. Вот сходили два дня тому назад, 2300 зарасходовали. А вот то, чтобы было там что-то, чтобы мы что-то стоящее, купили курицу. И больше ничего. Остальное так это что-то. И поэтому очень сложно. Ну, в данный момент я купила рыбу. На нее были прошлую неделю скидки. Сейчас она продается уже без скидок. Мясные продукты дорогие. Так и тот же хлеб. По мнению Минсельхоза, Росцен запустили сопутствующие факторы. Подорожание кормов для птицы, удобрений и расходных материалов. Свою лепту внесло и аномально жаркое лето. К примеру, посадка картофеля проходила позже обычного. Соответственно, затянулся и процесс сбора урожая. Аналогичная ситуация с зерновыми культурами. Сейчас стремительный рост цен пытаются остановить на федеральном уровне. Вопрос взят на контроль непосредственно президентом России. Был ряд поручений правительства Российской Федерации. И были приняты очень большие меры. То есть, по таким продуктам, как зерно, подсолнечник, гречиха, были приняты меры по ограничению экспорта. То есть, введены пошлины и квоты на экспорт. Были по сахарному песку и по подсолнечному маслу заключены соглашения между производителями и переработчиками. То есть, соответственно, они по определенной отпускной цене отпускали и в сетях продавали не более. Если вы видите, в торговых сетях продолжается, что сахар не более чем 46 рублей за килограмм и масло растительное не более 110 рублей за литр. В прикаде Министерства здравоохранения Российской Федерации обозначена рекомендуемая корзина потребителя. В ней примерно 40 товаров. Самые популярные – фрукты, овощи и крупы. Список ориентирован на здоровый рацион. Без учета алкоголя, колбас и кондитерских изделий. Средняя цена такого набора продуктов – 6200 рублей в месяц. И это на одного человека. За год цифра увеличилась еще на 5%. Предварительные расчеты за октябрь показывают рост к сентябрю где-то 2%. То есть цены растут. Это отрицательное явление, но цены растут. Мы все это видим, несмотря на то, что мы берем местную продукцию, на которые сети стараются все-таки сдерживать цены. На социально значимые продукты цены сети держат. На хлеб, на молоко, на яйца. Они колеблются, но все равно они пытаются в меру своих возможностей оптимизировать и сдержки, и держать эти цены. Тем не менее, все равно цены растут. И это не предел. По прогнозам экспертов, цены продолжат расти. Арифметика современной жизни простая. При средней зарплате в регионе разгуляться в магазине приравнивается к отказу от сторонних трат. В среднем 50% от заработка уходит именно на стол. Еще в районе 20% на оплату коммуналки. А на оставшиеся деньги, как говорится, можно ни в чем себе не отказывать.